И я снова всех приветствую на канале Тактика Победы. Меня зовут Макс и мы продолжаем играть в игру Crusader Kings 2. Так, и у нас всё так же продолжается выстраивание сейчас, укрепление своей экономики. Так, уровень пополнения ополчения нам даёт вывода. Смотрим, уже 3,5 тысячи мы можем поднять из 400. Призыв к оружию. Так, мир вам, мы призываем вас вспомнить о ваших обязательствах и чести. Ответив на этот призыв к оружию, наш общий противник, верховный вождь Пшибор. Пшибор Киев, блин, вот он Киев. Киев, смотрите-ка, тут у него восстание. Но есть 4 территории, раз, два, три, четыре, пять. Так, 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 так. Наш общий противник, отказ в тот случай, согласие, мы вяжемся в следующую войну с севера. Киевская война за покорение. Дядька этот решил увеличить территории свои, как вы видите, да. Я не против, пусть развиваются, поэтому давайте-ка всё-таки поможем. Поможем нашему многоуважаемому соседу, которого я поставил на счётчик. И из-за чего мне теперь приходится кухать. Так, давайте призовём на помощь сразу же союзников. Пока не призвал. Наверное, он сам попросит. Хотя, вот, мы и так с ним же сражаемся на равных. Так, так, так. Ну, давайте растим, растим войско. Престиж у нас капает по плюс 4. Отлично. Сейчас, может быть, даже ещё и нарубим ещё немного престижа. Так, стоп. Это объединяем. Здесь у нас есть воин наш. Великий. И этих мы будем отправлять на грабительство. Вот сюда. Стоп, наоборот. Так, сюда. Здесь сколько денег? 8. И здесь 11. Ну, ладно, мы всё равно пойдём захватывать. А эти пусть грабят пока. Тем самым мы прикрываем, во-первых, своё грабительское войско мародёров. И основным войском мы просто захватываем территории. То есть оказываем непосильную помощь. Лихи-то ещё какие-то тут. Оказывается, будут сражаться с нами. Ну, интересно. То есть не с нами, а на нашей стороне. Так, здесь армия, святополк, киевское восстание. Замечательно. То есть вовремя подсуетился наш сосед. Я бы, конечно, и Киев данником сделал. Наверное... Нет, не буду делать. Я его покорять собрался. Мне эти территории самому нужны. Вот так. Всё здесь. Закончилось. Здесь мы почти захватили. Давай захватим. И сразу же дань. Сюда. То есть мародёров отправим, чтобы они грабили. Один фиг здесь тоже захват у нас идёт. Так. Отлично. Справедливый. Пусть будет пацан справедливым. Это не зазорно. Так, вы сюда. А вы сюда. Так. Вождь мудрый ограбил селение. Отлично. После успешной осады. Не может избежать ваших. Отлично. Отлично. Так. Здесь вообще деньги тоже остались. В принципе. Но попробуем здесь пограбить. Не знаю. Получится. Нет. Да. Есть. Грабим. Смотрите. Всё. Киев сражается. Надо помочь. Как вы видите. Восстание здесь наверное удалось подавить. Поэтому идём на помощь своему даннику. Так. Здесь грабим? Нет. Понять не могу. 11.5. Грабим потихоньку. Но очень медленно. Это мне не нравится. Так. Поэтому. Отправляйтесь-ка вот сюда. Здесь вроде деньги есть. Посмотрим. Получится ли вот с граничащими территориями пограбить их. Вот. А вот всё. Смотрите. Пошла тема. Гораздо быстрее. Чем вот здесь. Потому что территория нам не принадлежит. Эх. Так. Тут кто у нас вообще? Дреговичи. Тоже напали. Короче. Киев дербаним как только можно. Но меня волнуют только денежные средства. Так. Давай-давай. Как вы видите крепость тут упала. Попробуем продать кого-нибудь. Никого не получается. Девок можно просто тупо отпускать. Меня не интересуют. Даже как рабыни. Вот. Поэтому будем ждать. Так что. Всё. Есть. Давайте попробуем ещё пограбить вот здесь. Немного денег здесь накопилось. Поэтому можно спокойненько пограбить. В своё удовольствие. Да. Идёт добыча? Идёт. Родимая. Чтобы я полностью уж в глубокой, в глубокой такой безденежной яме не оказался. Так. Здесь у нас Киев. Да. Ну ладно. Мы пока здесь постоим. Войско моё пусть тоже. Не хочу своих грабителей отправлять. Это пока рано. Может в Можайских отправить, а? Мадьяров пограбить-то. Ну нет, нет, нет. А то создадим себе проблем. А мне ещё войско всё-таки накапливать. Нужно. 600 в запасе есть. Больших потерь мы не получили. Так. По чуть-чуть. Ни о чём, в общем. Отлично. Сто процентов можно свои войска уводить. Ну. Ты будешь объявлять ему. Победу там. Или ещё что-нибудь. Всё. Смотрите. Вот она. Теперь вся земля принадлежит моему. Вассалу. Это приятно. Но. С другой стороны не очень. Так. Это кто такой? Киев. Откуда у тебя? Почему ты тут такой? Блин. Он же сейчас на меня нападёт. 1600. 2000. О, нет, не напал. Смотри-ка. Круто. Я думал, он нападёт. А, всё. Теперь это не киевская. Моего союзника. Моего союзника, как вы видите, теперь есть возможность поднять аж 1300 воинов. Это прекрасно. Он перекрывает пока мадьяр от нас. И наоборот. Нас от них. Так. Пусть будет так. Если кто-то. Или они. Или сами. Или что-то случится. Разорвут с нами отношения. Мы зато вот эту вот всю территорию себе и покорим. Это очень будет круто. Ещё бы Кривичи Дреговичи под себя поджали. Вообще было бы просто. Всё. Великолепно. А вот и Кривичи. Так. Вот оно. Киевско-Дреговская война за покорение. Я, конечно же, помогу. 3000. Принимаем. И. Так. Тут можно поднять кого-нибудь? Нет. Так. Что у нас здесь? Очень большое. Очень большое. Смотрите. У нас тут противостояние копится. Плохо. Но я всё равно, раз решил помочь. Быстренько сейчас войска соберу. Вот здесь. Опять же. Опять же создам войско грабительское. И войско захватническое. А, блин, не получится. Мы ж не граничим. Плохо. Придётся просто тупо воевать. Так. Давайте-ка в Твери ещё что-нибудь улучшим. Военный лагерь. 40 пехоты. Стрельбище ещё 15 даст. Да? Земляная крепость. Нам пока не нужна. Тренировочный лагерь. Ополчение. Размер гарнизона. Давайте тренировочный лагерь здесь построим. Потому что воины нам... Ой, как нужны. Уже 1200. Смотрите. Я могу тупо с одной Твери только поднимать. Так. Угу. Отлично. Так. Вот здесь мы с ним вроде в хороших отношениях. Да? Престиж. Дипломатия государства. Плюс 11. Хм. Мне бы на своей собственной земле, да, начать уже улучшать отношения с вассалами. Так. Вот этот у нас кто? Вот. Ярославль. Давайте сюда отправим своего дядьку. Пусть всё-таки рядом с нами территория. Она нам ещё пригодится. Безлижайшие территории лучше улучшать. То есть поднимать. Престиж. Так. Угу. Гильдия контрабандистов. Смоленский. Отлично. Наконец-то. Вот здесь Смоленский. Мы избавились от гильдии контрабандистов. Друзья мои. Это просто шикарно. Так. Наставник. Пусть будет. Пусть будет полностью хорошим. Мы же всё-таки наставляем на путь истинный данного нашего выпермыша. Так. Смотрим. Наследник. Уже год. Но вроде бы пока ещё не болеет. Зато, блин, никаких у него... Смотрите. Где ты блингад? Ноль. Вообще дрич какой-то получается у нас, сынок. Хотелось бы второго заполучить. Вот. А этого бы как-нибудь прикончить что ли. Стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп. Это у нас кто? Ух ты. Отлично. Этих мы распустим. Так, ну-ка, объединились. И всех мы у вас распускаем. Здесь. Здесь мы, наверное, так сделаем. 900. В принципе, мы неплохо-неплохо можем посражаться, да? Давайте сделаем вот так. Земля вязьмы. Так, распустим вот это войско. С этими объединимся и пойдем. Потому что я не хочу большие деньги терять. Вот сейчас мы более-менее уходим в минус. Так, а если я еще кого-нибудь отсюда убью? Так, что получается? Вот этих можно выгнать. Все. Давай, объединяйся. И... Итого. Ну. Плюс уйдем. Пока не уходим. Так, здесь у нас есть полторы тысячи воинов. Объединяем. И вперед. Сюда. Все, есть. Пошли в плюс. Отлично. Просто великолепно. И победы идут у нас тоже неплохие, я бы сказал. Здесь захват прошел. Здесь только начинается. И здесь захват прошел. Прекрасно. Ну. Тут можно даже вот так сделать. Началась эпоха викингов, друзья мои, смотрите. Централизация власти Скандинавии. Наряду с быстрым ростом население заставило ее обитателей смотреть дальше родных берегов. Новые разработки в области судостроения, авантюрный дух и бесстрашные, бесстрашие веры подталкивают скандинавских моряков отправляться по морям за 3-9 земель. Они приплывают в качестве торговцев, грабителей и завоевателей. Им называют себя викинги. Надеюсь, ярость северян не коснется нас. Поводы для войны имеют теперь все. Так, ну неплохо все. Пора выдвигать свое войско и распускать его. Отлично. Мы кривичей тоже усилили. Не понял. Это же я. Смотрите, один в один. Да? Похоже очень сильно. Так, и что, ты к нам неплохо, да, относишься? Дипломатия, добрый против жесткий. Ну ладно, пойдет. так видите племенная армия сама сразу ушла и нам осталось только свое войско отодвинуть и распустить а так мы уже в плюсе отпускаем отлично все пошла жара смотрите неплохо да выглядит можно сказать дегюры это уже наши территории вот эти вот все и мы довольно таки крепкие стали почти 4000 могу поднять из них против меня выступает аж целых 6000 печально но ничего у меня есть престиж есть деньги случае чего я смогу поднять племену армии и быстренько быстренько накидать моим всем врагам так что ты 51 организованность не нравится что у меня с организов до сих пор ничего не сдвинулось вы издеваетесь сволочи что ли как так так есть военные есть управление добавилось отлично весь в отцах только еще бы гением родился блин как отец было бы просто шикарно но увы вы может быть второй ребенок потом нам правда с ним придется воевать если этот не помрет так ждем копим ресурсы ждем и пока все идет так как я хотел так что у нас москве с религией потихонечку двигается да смотрите тут что основать поселение можно это как а вот так тут тоже можно но денег у меня как вы видите нет всего можно построить либо храм но продолжаем продолжаем пока просто тупо ждать так что у нас тут восстание здесь еще не подавлено хазария смотрите довольно таки крепкая держава еще туркистан тоже здесь но нас это пока не пугает нам необходимо потом забрать вот эти территории отбиться от наших конкурентов придется ой как сильно мне постараться постараться отбить войну которая уже вот-вот грядет неприятно неприятно но ничего не проделаешь придется так надеюсь не все хотя сейчас проверим состоит ли например это так вождь владимир этот кто марий вятка казан и корженец владимир нижний новгород галич марский острома вологда строма вологда галич марский и муром в основном вот эти все территории восстанут здесь все восстанет вот здесь все восстанет надеюсь вот эта территория не поднимется он тогда есть возможность отбиться еще потому что тут один правитель я ему сильно вроде бы не так уж противен до дипломатия долгое правление организованность не нравится претендент на титул него гений дает нам удовлетворенный 50 и престиж вроде неплохо то есть он еще более менее к нам относится это приятно так еще один у него ребенок родился но посмотрим потому что он скорее всего детям раздаст эти территории когда помрет из-за равного раздела вот она остается только ждать и надеяться что все будет хорошо так осадные машины давайте в лучшем здесь так все остальное пока вроде бы ровно до строительства время строительства давайте тут же это улучшим величие что нам дает величие короткое управление минус престиж давайте величие терпимость штрафы за к и легализм конечно увеличиваем все так и того я могу 10 территорий родных себе иметь я бы их вот здесь вот москву бы себе а это и так моя отлично это мое вот ярославль конечно бы я хотел чтобы полностью моя была земля и ростов так я могу отобрать хотя нет все ровно он удовлетворенный принципе к нам относится неплохо налажено отношение с ним детей у него тоже дофига как вы видите уже скоро давайте ка обучим ребенка тоже дня вот старший сынок уже скоро будет большим взрослым здесь к нам относятся не очень хорошо здесь тоже нас ненавидят муром нас ненавидит и здесь вообще полностью все похерено в общем я бы эти территории тоже потом отжал но я так по я ступлю это было бы неплохо вот ярославль бы конечно тоже мне в катку добавить и вообще было бы все просто the best так это уже не мои территории да это эльминский ну ладно неплохо пока идем плюс вышли это прекрасно я бы конечно сейчас рынок какой-нибудь забабахать хотел так рынок тут ладно строительство идет здесь что рынок дорогой дорогой нет не будем строить слишком денег у меня не хватит я их потрачу и не смогу потом призывать племенуарные которые мне так или иначе потребуется в ближайшем будущем а вот и началось слишком долго вы ограничивали наши права пришло время снизить ваши привилегии вождя примите наши требования мирно или встретиться с последствиями будьте уверены со мной другие такие же полные решимости они меня полностью поддерживают подпись вождь сырка мура вот он скотина организатор хренов 17 лет не пацан а уже все так меняет на 10 лет становятся все да пошли вы вот так вот поднимаем и войска сейчас я думаю пока ограничиться тем что у меня есть потом может быть и племенную армию подтянем смотрим как я и предполагал вот здесь территория и здесь будем сперва захватывать муром а там посмотрим так прекрасно ополчение отлично объединяемся здесь кого-нибудь а нет никого сами будем возглавлять так побежал побежал союзники союзнички союзнички тут союзнички смотрим на карту кто против нас то против нас решил повоевать ну вот это все но я тут не знаю будет ли присоединяться вот этот мужчина не знаю не знаю так ну чё тут давай уже организованности да про этого отправляем запросы у кого наследство вот здесь ладно довольно таки большое войско делаем вот так так ты тогда вот так побежишь побежи плохо давайте еще разделим вот 300 нет все таки сбежал ладно объединяемся полностью идем вот сюда и здесь надо разбить раз мы рядом прекрасно сюда сходим в ростов убежать он не сможет территории рядом друг с дружкой поэтому будем отбивать сперва все армии а потом будем мочить территорию и турию восставших догоним фаршивцев прекрасно так как вы видите мои союзники пошли давайте сперва сюда организуемся так я думаю здесь ему помогут стоп так еще надо разделить 700 мало вот так вы будете грабителями сюда идем вы идете сюда все правильно сперва грабим потом все остальное отлично добавим сюда и как раз передвинем войско сюда а эти заодно возьмут я думаю они не взяли мы тупо грабим ну и пусть пусть будет так тоже неплохо так селение грабили хорошо 61 процент побед тоже все прекрасно и здесь я тоже пройдусь грабительским своим войском гад умудрился у меня бело озеро но я думаю даст так или иначе отправить войска опять беременно это уже не будь это уже не так здесь что грабить прекратите нет нет еще грабим лично здесь денег уже нет так так отлично тут закончили пойдем пожалуй бело озеро отвоюем а тут пока пограбим тупо тупо походим своими грабительскими мародерными войсками ну и этих надо отбить а то и что какие наглые понимаешь ли захотели тут отбить свои территории фит вам все занимаемся тупо грабежом отнимаем территории и будет все у нас прекрасно так как бы вас разделить все идите нафиг мне нужны деньги поэтому буду заниматься грабежом хотя блин я ж не успею черт все равно я теряю большие колоссальные ресурсы потому что большая огромная армия давайте всех всех за решетку этих распускаем товарищ так в этой войне мы победили смотрим кто у меня там за решеткой оказался есть тебя что за земля вот здесь пока не буду ее трогать так ты не поддержал восстание вот владимир я думаю забрать так 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 муром конечно же заберу так теперь моя территория владимир заберу один конечно бы еще вот этот забрать но он уже все а нет смотрите к мерзкий еретик еще отправить у этого я могу отозвать ха я могу сюда своих людей поставить тут же мерзкий еретики все ты еще меня не очень то любишь да а заберу ка я ну все до свидания так избыток личных владений пошел но ты у нас нормальный да этот нормальный кострома отзываем титул кострома тоже отзабираем увидите коф титулы у всех отлично поперли сюда мы поставим своих людей и плевать на мнение всяких уродов и что и понимаешь хотели тут против меня организоваться так 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 нормально в принципе можно еще и вот у этого забрать кое какие территории но он вроде с нами нормально дружит детей я его обучаю так что когда они поделятся между детьми территории вроде все ровно будет так смотрим здесь я могу отозвать хотелось бы конечно ну пусть будет ярославль под этим мужиком так рядом вот эти территории я хочу своими сделать ну так вот это оставляем это мы оставляем москва вот она тоже оставлю пожалуй а вот эти я раздам так муром кому-то надо будет вручить в принципе большая территория рязанская да но она видите больше принадлежит мадьярам но муром тоже неплохо а тут что у нас у нас тут территория владимира можно будет кому-то пихнуть и начнем наверное вот с этих явно мне ненужных территорий так смотрим у нас вассалы ты кто такой вообще то звать титул нефиг тут тусоваться забираем есть забрали прекрасно еще кто ну все данные господа не очень конечно меня любят дохода тоже блин собаки не приносят но ничего не поделаешь так сюда храм мы назначим сейчас своего человека посмотрим кто у нас во дворе есть нормальный так поищем пожалуй так наши земли обыскать двор религия наша религия наша культура так вот у нас это воевода и вот он господин но он уже старый поэтому будем призывать так новый полководец священник Изяслав нормально есть амбиции но это не страшно давайте ему пожалуем титул вот так работай на нас получается неплохо к нам относится пойдет здесь мы деньги еще не теряем да плюси плюси а ты че издеваешься прекратите беспокоить меня этой хренью нормально нет благодарю ну что ж друзья ладно в следующей серии я займусь как раз распределением титулов всем спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайк а это что такое викинги офигеть ну ладно ставьте лайк это мы все посмотрим в следующей серии всем пока пока